Электродвигатель SkyWay Чтобы обеспечить лучшее качество транспорта, на производстве SkyWay используют одни из самых современных технологий Цифровая платформа 3D Experience и американское оборудование Haas, которое применяют при строительстве самолетов и космических ракет Создатель технологии, инженер Анатолий Юницкий, разрабатывал проект SkyWay более 40 лет Он написал десятки научных работ, получил два гранта ООН и в 2016 году запустил производство струнного транспорта С тех пор SkyWay представлен на 19 международных выставках от Берлина до Сингапура Достижения проекта обсуждают мировые СМИ от CNN до TV Tokyo Новые разработки SkyWay каждый год демонстрируются в центре испытаний Экотехнопарк Пять типов трасс, 11 видов струнного транспорта и тысячи пассажиров в одном месте Сегодня проект готовится к выходу на мировой рынок В Объединенных Арабских Эмиратах реализуется один из самых амбициозных проектов Инновационный центр SkyWay в Шарже Трассы, лаборатории и инфраструктуры линейного города Центр SkyWay станет отправной точкой развития проекта на Ближнем Востоке Благодаря краудфандингу в проект инвестировали сотни тысяч людей Для которых SkyWay это больше, чем транспорт Это безопасное будущее, реальные достижения и глобальные идеи Вы тоже можете внести свой вклад в развитие перспективного и безопасного транспорта Мы можем сделать мир лучше вместе Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Микрофон включен Добрый вечер Поставьте, пожалуйста, по 10-балльной, как слышно меня Сегодня у нас среда 20.00 Как обычно у нас начинается презентация SkyWay Я смотрю, участники у нас подключаются потихонечку Вот раз всех сегодня приветствовать Олег, как слышно? Да, слышно меня Здравствуйте Тебя слышно? Тебя, да, тебя слышно Только, по-моему, пока не видно Темный фон Ну да, я могу включиться Лучше, чтобы было видно Ну, еще раз Да, всех приветствую С очередным нашим мероприятием Вот Ну и у нас сегодня будет интересная тема Давайте сразу мы поставим с вами В комментариях Есть ли у нас сегодня новички Если новички есть То мы, наверное, тогда немножечко поговорим Про технологию как базовые вещи Если новичков у нас нету Тогда мы сразу приступим к линейным городам В комментариях, пожалуйста, напишите Я новичок, к примеру Ну и тогда мы Или плюсики поставить можно Если новички, да? Кому как удобно, да Так Ну Пока у нас Собираются с мыслями все Погодка у нас в Беларуси Прекрасная, чудесная Зима настоящая Снежная Вот это радует Можно кататься на лыжах В санках Да Алексей уже покатался Нас всех приглашает Да, Алексей Да, у нас в Логольске отличные горки Надо вам фотографии было показать здесь людям А то Ну, можно в конце, в конце можем, да В конце можем фотографию показать Так, ну Я вижу еще У нас туда подключился Вот Ну и в принципе Раз комментариев никто не пишет Значит, подозреваю, что у нас все свои Все уже опытные Ну да, тогда может быть Да, новичков нет Тогда, наверное, Олег Я включаю твою презентацию Ну давайте, да Поговорим о последних новостях Вот Потом Расскажем о линейном городах Которые есть, да И Видео у нас есть сегодня, да Алексей, у нас уже будет еще видео Да, видео я Видео загрузил Да Поэтому Сейчас посмотрим Есть несколько интересных видео Есть презентация Ну, давай сначала с новостей А потом перейдем плавно К линейным городам Вот Ты уже показал видео от Кириченко Вот Поэтому Я думаю, что все люди уже видели это видео Ну, если захотят На самом деле Сейчас подключаются Поэтому Ну, я думаю, что мы посмотрим его еще раз Потому что в тот момент был только У нас там два человека Поэтому, я думаю, пересмотрим У тебя, Олег, там доступно Раздел материалов Ты можешь сам выбрать свою презентацию Где материалы, Леша, я еще не знаю Так Посмотрю Демонстрация экрана Библиотека контента Вот это вот Да Ну, в принципе, ладно Я сейчас вот уже включаю Ну, давай Ну, что Я с другого компьютера Угу Так Все, включилась презентажка Вот Я смотрю Люди потихонечку подтягиваются Вот Всех, кого еще не поприветствовал Приветствую Да Вот У нас там есть слева раздел комментарии Поэтому пишите Будем общаться Так Николай, Екатерина, Аня, Андрей, Дмитрий Да Всем здравствуйте Да Махал ручкой, похоже Ну что, давай-то далее Начинаем Да Да Всем здравствуйте Еще раз Я рад вас приветствовать Всех Нашей аудитории Она у нас Такая Немногочисленная Но зато очень дружная Да Так что приятно Вас видеть Вот И всех приветствую И Сегодня у нас Тема Опять-таки Новая публикация Проекте Skyway Международных СМИ Вы знаете Что У нас уже было Несколько таких вот Презентаций И я очень много Действительно Говорил о том Что Просто был поток Информации Вот В январе И так получилось Что Вот мы раз в неделю Выходим И опять-таки Уже опять-таки Три новые публикации Вот буквально За последнюю неделю Опять появились И Они уже Как бы Действительно Расширились Не только регион Скажем так Гальф Вот этот вот Страны Персидского залива Ну в общем-то И гораздо шире Стало Ну Первая публикация Это вот Называется она Шарджа представляет Первую в истории Арабских Эмиратов Электрическую сеть Skypod Вот так Значит Журнал Interesting Engineering Вот Выпустил 31 января Вот Еще успел В январе И Там тоже В общем-то Тема Одни и те же Это говорится о том Что вот Подвесная капсула Значит Способна Выдержать Видите Экстремальные Климатические условия Ближним Востоком Мы говорили о том Что для нас кажется Что это вот Суровый климат Именно Когда холодно Когда снег Когда лед Вот Я был когда-то В Новосибирске Вот Тоже там Сейчас у меня тетя живет И тоже говорит Что у них Очень холодно И вот Я помню Вот эти вот Дворы Которые В общем-то Льды Вот эти вот Осколки Таких вот Отбивают Асфальт Но как у нас В Минске Не вывозят А все там На месте где-то Сгружают Сгружают И потом Во дворах Такие горы Вот этих Льда Вот А в Арабских Эмиратах Это вот песок И конечно же Песок гораздо Проблематичнее Тоже Могу привести Собственный пример Когда Когда-то был на Кипре И вот мы жили В гостинице Возле Значит Море Средиземное Там да Вроде красивый вид Но потом Так как у нас Там была По контракту Я работал там То В одно время Такие задули ветра Когда уже нельзя было купаться А вот в общем Это был Ноябрь Декабрь Вот эти вот Месяцы зимние Да Вот И песок Действительно Несмотря на то Что тогда уже Стояли тогда Вот эти вот Стеклопакеты Это где-то 93-94 год Вот И все равно Вот даже Вот при вот Этой плотности Там Тех стеклопакетов Все равно Всякий раз Вот на подоконнике С внутренней стороны Был песок И действительно Вот такой мелкий-мелкий Что вот неприятно Вот такая вот Пыль Но при том Что это все царапалось И так далее Если там Проводили рукой И так далее Поэтому Конечно же Вот этот вот песок Это вот соль Она все разъедает Все смотрит И вот действительно Это было главное условие Чтобы Как поедет ли транспорт Вот Шаржа Допустим Да И действительно Вот Анатолий Эдуардович Так и говорит Что это действительно Новый Я не строю Экотехнопарки Потому что Мне так хочется Я строю для того Чтобы испытать Наши Скай Машины Скайпот Капсулы Вот именно В этих условиях И вот Тут уже Я бы сказал Вот эти статьи Уже даже Такие вот Знаете Восторженные отзывы Вот видите Как говорится Написано Что это Настоящее зрелище Подвесная трасса Протяженностью Два километра Вот Научно-монационном Парке Шаржа Строится Белорусской компанией Юницкий Стринг Технологи И по оценкам Скай Капсулы Смогут переводивать Своих пассажиров Уже через несколько недель Это действительно так Вы знаете Что Говорилось о том Что возможно Это будет в середине февраля Вот Буквально неделя Остается Вот Но Там была короткая трасса На 400 метров Вот Сейчас Вот на 2 километра Это планируется Либо в середине марта Либо Чуть-чуть позже Там Ну как Как пойдет В общем-то Все строится Вы знаете У нас там Олег Зарецкий Работает Замечательный Человек Специалист Мужчина Вот Он действительно Там все контролирует И конечно же Мы верим Что это так и случится Ну и в общем-то В этой статье написано О том Что капсулы Имеют множество преимуществ Они экономичные Так как строительство Обходит дешевле Обходится дешевле Чем прокладка новых дорог Асфальтированных И требует гораздо Ну и вообще Как говорится Я уже не беру Железнодорожное Или там метро Вот И требует гораздо Меньшего технического Обслуживания Вот Поскольку капсулы Являются воздушными Так назвали Окружающая земля Тоже может быть Использован Для зеленых Открытых Пространств И развития Торговой И жилой недвижимости То есть Вот такие вот Преимущества В этой же статье Сказано о том Что Небесная трасса Пройдет Вот В течение Значит Трех лет Будет сделано Вот я вам Привел пример Вот Шарджа Это Если вам Видит мой курсор Да Вот тут Находится И вот тут Уже находится Вот этот Порт Это 130 километров Вот он называется Форфакан Вот И вот Об этом Я вам Рассказывал В прошлых Презентациях Что именно Правительство Шарджа Эмиратов И Абудаби Они очень Заинтересованы Именно Вот в этой Грузовой трассе Когда вы Знаете Что Даже Анатолий Эдуардович Не было До этого Скажем так Вообще Изначально Что будет у нас Грузовой транспорт Переводящий Контейнеры Но вот это Оказалось Перед таким Вот очень Важным Дополнением И сейчас Юни Такие Вот вылетел Из головы Да Юниконты Да Юниконты Которые Могут Перевозить Огромные Контейнеры По 27 Тон И в общем Это будет Около 50 Тон Вся эта Конструкция Вот И сейчас Это Все Делается Вы знаете Там расстояние Будет 288 Метров Между опорами И Первые Два километра Будут сделаны За счет Скажем так Наших С вами Инвестиций А остальные 128 Километров Да Это уже будет Именно За счет Самого Скажем так Эмиратов Будет построение Вот И Говорится о том Что Новый тип Рельсов Будет Значит Прослужит Очень долго Гарантия 100 лет Вот И Также В этой статье Там немножко Конечно Было написано Что До 14 Пассажиров Со скоростью 150 километров Большие Там Написано Было Что Капсулы Будут перевозить Со скоростью 500 километров Но там Немножко Они уже Пока Не осознали Что Юнифлэш У нас На 6 На 4 На 6 Человек Рассчитан Вот 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 Но Они все Никак Не могут Осознать Что Вот Между Вот Именно Абудаби И Дубаем Где Расстояние Сейчас Сократилось Из-за Строительства И Дубая И Абудаби До 150 Км Все равно Это может Быть 20 минут Но я считал Вот так Я говорю Даже считал Что 18 Минут Если там Скажем так Люди Садятся Разгоняются Вот И до 500 Км В час Вы знаете Что иногда Анатолий Эдуардович Статья заканчивается Таким вот Значит Эпическим Таким Вопросительным Предложением Кто бы не хотел Прокатиться На этих Электрических Небесных Капсул Вот Так что Вот Такая вот Статья И действительно В общем-то Восторженные Много восторженных Отзывов Вторая Time Out Шарджи Это вот уже Местный журнал Там Скажем так 3 февраля Вышел И называется Take a ride On the Шарджа Skyway Давай Прокатимся На Skyway По шарже Ну так Можно перевести Да Вот Опять-таки Получается Последнее Нововведение Называется Шаржи Действительно Развеивает Веру То есть Вообще Люди Даже не верят Что это Вот Может быть Не может быть Вот они еще Но Там Говорится о том Что это действительно Фантастика Да И на данный момент Всего 2 километра Но все равно Это революция Видите Какие слова Там В этой статье Да Что Мы Можем Добираться Из пункта А в пункт Б По совершенно Другим Совершенно Другим Транспортом Которого еще Нету нигде В мире Значит Это Высокоскоростная Электрическая Система Skypod Скоро Сможет Доставлять вас На работу Обратно Со скоростью До 500 Км в час И все Это без Необходимости Ну там Это перевод Такой Копать эти Дороги Или строить Эти дороги Ну в общем-то Без Необходимости Вот этих Вот Каких-то Новых Как они Вот Дорог Асфальтированных Либо там Железнодорожных И так далее Вот это У них Очень Значит Впечатляет И опять-таки Видите По отношению К белорусским Белестящие Белорусские Специалисты Да Вот Юницкий Стринг Технологии Построят 130-километровую Грузовую Линию То есть Они Дублируют Вот эту статью Что я Выше Вам говорил От Шаржа До Хорфакана В течение Следующих Трех лет Вот И затем Мы планируем Вспользовать Эту потрясающую Технологию Чтобы сделать Наши поездки Намного проще Экологичнее Видите И экология Затрагивается Постоянно И скорость Затрагивается И безопасность И В статье Ну Все не перескажешь В общем-то Если нажать На вот эти вот статьи Которые у нас в кабинете Да Вам дадут оригиналы И вы сможете В общем-то Полностью прочитать Ну Самая суть Я вам доношу И вот Олег Зарецкий Опять-таки Он говорит о том Что нам не нужно Строить дороги Или сносить дома Как при развитии Там другой инструктруктуры Вы сами знаете Что вот у нас Когда Строится дорога У нас И дома Переносят Или там В общем-то Деревни эти Под снос идут В общем-то Но Здесь ничего Это не надо Потому что Мы можем Приблизить Эту транспортную систему К домам Людей И в общем-то Обойти Все вот эти Вот какие-то Сложности Связанные С архитектурой Либо связанные С Значит С природными Какими-то там Явлениями Там Горы Либо там Холмы И так далее Реки Вот Поэтому Вот такая Вот Статья Вот И Значит Еще одна Статья Это уже Как Меня очень удивило Это вышло В Компьютер Свят Это Белорусская Ой Это Польская Польский Журнал Он При том Что Ежемесячный Польский Журнал На тему Информационных Технологий К сожалению Так совпало Я Знаете Люблю Всегда Заходить Внутрь Именно Именно Читать Мне Было Очень Интересно Я Хотел Вам На Польском Языке Все Это Перенести Но Как Оказалось Именно Сегодня Именно Этот Польский Журнал Присоединился К Забастовки Да У них Сегодня Забастовка Вот 24 Часовая И Они Пишут Что Мы Очень Извиняемся Перед Нашими Читателями Перед Нашими Подписчиками Потому Что У них Поднялись Поднимаются Налоги На СМИ И Там С 5 До 15 Кажется Процентов Я Там Не Помню Точно И Говорят Именно Это Сказывается На том Что Именно Свободные СМИ Вот Я Хочу Ваше Обратить Внимание То есть Те Кто Сами Ищут Что Сами В общем Не Продвигают Какие-то Определенные То есть Не Занимаются Пропагандой Чего-то По чьей-то Указке И Вот Именно Сказали Что Нас Пытаются Задушить Таким Образом То есть Никаких У нас Не будет Дополнительных Возможности Мы Только Сами Что Мы Находим То Печатаем Вот И Нас Тоже Хотят Вот В этом Плане Задушить Так Вот Приятно Вдвойне Что Именно Такой Независимый Журнал Польский Журнал Он Именно Вот Разместил Эту Статью К сожалению Я говорю Я могу Прочитать Только Это Завтра Или Вы Можете Прочитать Это Завтра Скорее Всего Сегодня Журнал Закрыт Но Это Тогда Уже Такой Релиз Из Нашего С вами Внутреннего Кабинета Да Значит Там Написано Что Опять Так Сделали Акцент На Технологии Скайвей Вот По словам Польских Журналистов Для строительства Струнных Трасс Не нужно Вносить Изменения В окружающую Среду Ну О чем Я говорю Меня Существующую Схему Дорог Кроме Того Транспорт Скайвей Не Вделяет Выхлопных Газов И Движется Тише Поездов Вот И Опять Таки Как В прошлом В прошлых Статьях Журналисты Вот Компьютеры Свят Отметили Что Компания Юнист Стринг Технологии Планирует 24 Году Действительно Если Взять 21 22 23 Может Даже Чуть Чуть Раньше Построить Вот Эту Трассу Длиной Более 100 Км От Шаржа До Порта Хорфакан Вот Поэтому Я Вот Вам Говорю Что Мне Это Было Очень Приятно Удивительно Потому Что Мы Привыкли Что В основном Это Арабские СМИ Да Вот А здесь Вот Видите Получается Английский Польский Ну И Один Арабский Вот Канал Именно Вот Сейчас Осветил Вот Поэтому Приятно Вот Мы С вами Уже Стоим На пороге Я знаю Что Кто-то Инвестировал Вот Как Алексей В 2014 Году Кто-то В 2015 Я Если бы Алексей Не рассказал Когда-то Вот Я бы Наверное Так И вот Не включился В инвестирование А Сейчас Видите Вот Мы уже С ним Читаем Лекции Я знаю Что Спасибо Николаю Тоже Много Смотрел И Участвовал Вместе С конференцией Вот Ну Поэтому Конечно Приятно Что Такие Вот Люди Настолько Верят Настолько Я знаю Что до сих пор Инвестируют Я Сам Сейчас Скажем Так Догоняю То Что Не Инвести Не Доинвестировал Вот И Подключил Уже Скажем Так Пакет И на Маму И на Жену Вот И Сам Плачу За них Рассрочки Вот Потому Что Сейчас Уже Знаете Не то Что Сомневаться Сейчас Уже Действительно Думаешь О том Что Технологии Как Анатолий Довардович Сказал Этот год Будет Определяющим И поэтому Наша Задача С вами Помочь Сейчас Потому Что 15 Этап Он Связан С чем Он Связан Со Скоростным Транспортом Вот На Скоростной Транспорт Требуется Я Уже Скажем Так Повторюсь От 50 до 150 Миллионов Долларов На Эмиратах В той же Шарже Либо Все Таки Наши Все Мозги Наши Все Наши Инженеры Находятся Здесь Кабы В Беларуси Поэтому Конечно Наши Люди Проще Здесь На месте Смотреть Все И корректировать В Мариной Горке Вот Но Посмотрим Как Знаете Проблемы Были С Землей Вот И Ну конечно Здесь Если Сделают Мне кажется Будет Лучше Хотя Антолий Эдуардович Еще раз Сейчас будет Вы знаете 20-21 Экспо Которую Перенесли И Все К этому Движется И конечно Там уже Будет Возможность Не просто Показать Что Вот Это Есть А именно Есть Возможность Будет Показать Что Это Уже Движется Как И Строится Поэтому Я думаю У нас Не за горами Будут Сильнейшие Такие Прорывные Будут Контракты Так Ну Алексей Смотри Я бы Сейчас Хотел Сказать О чем Что Выложить Выразить Респект Вот К Олегу Зарецкому Потому что В принципе Сейчас Олег Зарецкий Это Исполнительный Директор Skyway GreenTech Управляющий Центром Испытаний Сертификации Skyway В Шарже Значит Вот Вы знаете Что Он выступал На Радио Да На Местном Радио Он Рассказал Очень Много Очень Все Подробно Это интервью Есть у нас На ютубе Вот Так Что Кто Не смотрел Обязательно Пересмотрите Вот И я В прошлый раз Говорил Что я смотрел Шесть раз И вчера Так интересно Был Один человек Который Тоже Вот Обучает Он И говорит Что 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 Это Ценно Надо Смотреть И Читать По Шесть Раз Меня Это Удивило Как-то Так Совпало Так Что Если вы хотите Стать Профессионалом После шестого Раза Все Откладывается Глубоко И надолго Действительно Меня Впечатлило Это интервью И Вот Я еще раз Повторюсь Олег Зарецкий Сказал Что стоимость Строительства Сети Именно Со Всеми Нашими Технологиями Со Скажем Так У нас Сколько Видов Транспорта И Грузовой И Внутри Городской И Скоростной Транспорт И вот Сравнимо С Укладкой Асфальта Вот Представляете Насколько Анатолий Эдуардович Вот Если сравнивать Допустим На магнитные Подушки Когда Придумал Сименс Да И За 6 Миллиардов Долларов Протянули Вот 30 Километров Это Вот В Китае Шанхая До аэропорта Вот Я Тоже Об этом Рассказывал И Здесь Вот Такие Вот Цены Нам Всего Надо Всего Навсего 150 Миллионов Долларов Чтобы Это Вот Все Чтобы Поехало Показать И так Далее Поэтому Конечно Здесь Ну Это По Максимуму Я взял Да Вот И Повторю Что Значит Зарецкий Он Рассказывал Что О том Что Это Во-первых Здорово Парить Над землей Да Вот Юнибайк Еще раз Повторюсь Это Как Корреспонденты Шутили Это Антиковидный Вариант Да Это Вот Есть Юникар На 4 На 6 Человек Там В зависимости ВИП Или нет Вот До 40 Вот Человек Есть Такой Юнибус 150 Км в час Все это Движется Вот Этот Транспорт Ну И Конечно Гали О том Что 500 Км в час Тоже Не за горами Вот Потому Что Это Тоже Вот Они Все В восторге От Того Что Именно Дубай Абудаби У них Прямо Это Не может Быть Что За 20 Мн Доехать Ну И Меня Конечно Впечатлило О том Что Эти Контейнеры 27 Тон Они Будут Двигаться Со Скоростью 130 Км в час Представляете Махина Представьте 130 Км в час Вы Сами Ездите На Легковом Транспорте И Представляете Вот Она Может Двигаться С такой Скоростью Тем более Это Будет Как Поезд Такой Они Будут Отдельно Двигаться Вот И Это Конечно Просто Вот Фраза Такая Которая Действительно Впечатляет Что Они Будут Летать Как Пули Будут Лететь Это Перемещение Такое Прошибающую Гору Вот Это Его Высочество Значит Мухаммед Аль-Касими Так Сказал Что Я Хочу Видеть Да И Опять Так Когда Вот Меня Спрашивают Люди Ой Ну Неужели Это Вот Поедет Это Вот Сколько Всего У нас И поезда Есть Там И то И другое Пятое Десятое То есть Здесь Конечно Второе Что Бизнес Удивляет Это Перемещение Одной Тонны На Один Километр Равняется Всего Одному Центу То есть Одна Тонна На Один Километр Один Цент Но Это Невероятные Цены Конечно Вот И При этом Это Будет Все Действительно Двигаться И Вы Помните Что Это Опять Таки Гарантия 100 лет Вот Ну В общем То Просто Фантастика Вот Ну И В общем То Планы Какие Покрыть Всю Планету Струнными Дорогами Вот План Есть План Трансафриканской Трансазиатской Вот Мы Хотим Соединять Континенты Вот Итог Общепланетарной Транспортной Системы Вот Конечно Тут Эмиратские Вот Эти Корреспонденты Сказали Нет Нет Давайте Сначала Мы Эмираты Вот Соединим Все Между Собой Вот Потом Мы Соединим Вот Значит Внутри Города Все В общем То Они Уже Поняли Что Это Очень Что Здорово И Они Пока Не Хотят Отдавать Никому Но Олег Зарецкий Сказал Уже Есть С Дубаем Тоже Такой Вот Дорогой Скоростной Где Будет Ездить Наш Юни Флэш Вот И тут Мы Вот Переходим Потихонечку Значит К Саудовской Аравии Вот Ну Здесь Смотрите Здесь Вопрос Какой Леш У меня Там Уже Слайдов Нету Вот Я бы Вам Сейчас Хотел Рассказать О том Что Да Можно Было Вот Этот Слайд Я зря Убрал Не Он Город Но Смотрите Я вам Рассказывал Что Принц Саудовской Аравии Ему 33 года Кажется Всего Сейчас Или 32 Даже Вот И в 17 Году Он Заявил О том Что Он Хочет Создать Государство По Типу Вот Действительно Как В Эмиратах Вот Кто Был Там Женщины Ходят В общем Да Там Много Вы знаете Там 10% Всего Местного Населения А 90% Это Туризм В общем-то В европейской Одежде Там Алкоголь Продается Там Может Там Конечно Не пьют У нас Тоже На дорогу Не пьют И В общем-то Стараются Это Соблюдать Да Вот Эти Нормы Но В Саудовской Аравии Это Вообще Харам По Арабски Я знаю Первое слово Которое Выучил Живя В этих Арабских Странах Они Как Что Сразу Харам Даже Есть Такое Поверье Что Почему Женщина Много Носит Золота На себе Это Говорит О том Что Если Муж Сказал Три Раза Харам 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 То Это Говорит О том Что Женщина В чем Стоит Она В том Должна Покинуть Дом То Дети Вы знаете Остаются За арабскими Мужчинами То Все Законы На Это Вот А Она В чем Стоит Поэтому У Женщин Принято Носить Стоит В том Она Должна Покинуть Дом И так Далее Ну Конечно Сейчас Может Такого Нет Но Раньше В общем То С тех времен Это Все Осталось Наши Женщины Тоже Любят Золото Поэтому Там Когда Кто-то Что-то Там Дарит Конечно Если Так Уже Получается Что Конечно Ж Золотые Украшения У нас Цветочки Дарят А там Дарят Именно Сережки Колечки Цепочки И так Далее Вот Ну Значит Дальше Так Вот Вот Этот Вот Правитель Сауди Он Решил Создать Вот Этот Вот Город Я Поэтому Леша Сейчас А Почему Мы Назвали Линейный Город Умный Город Вот У нас Вообще Тенденция Меня удивило То Что Назвал Он Этот Город Неом Я уже Рассказывал Нео Это Получается Новый А М Это Мустальбак По-арабски То есть Новое Будущее В переводе Вот И Заложил Вот Это Пост Нефтяная Эпоха Как он Назвал И вот Эта Пост Нефтяная Эпоха Предполагает Что Там Не будет Ничего Связанного С нефтью То есть Это Будет Полностью Новый Город Вот И у Нас Есть С вами Два Видео Вот Одно Видео Мы Наверное Посмотрим Там Где Девушка Леша Более Короткая Почему Онлайн Называется Да Там Схематичный Да Сейчас Посмотрим Вот Вы Обратите Внимание На Вот Это Слова Этого Правителя Вот То Что Будет Говорить Девушка Он Это Говорил В презентации Там Есть На Арабском Языке Есть Субтитры Но Вы Послушайте Внимательно Сейчас Минута Всего Идет Минута Послушайте Эти Слова И мы Потом С вами Разберем Леша Города Появившись Тысячи лет Назад Они Объединили Человечество И Помогли Ему Двигаться Вперед Но Они Также Отделили Нас От Природы Друг От Друга От Самих Себя Города Позабыли О людях Они Забыли О планете А мы Забыли О том Что важнее Всего Для нас Пора Вспомнить Пора Что-то Менять Пора Переосмыслить Наши отношения С природой Изобрести Город Заново Без Машин И Дорог Без Смога И Шума Построить Новые Сообщества В которых Мы будем Жить И Создавать Сообща Так Как Должно Было Быть Всегда Пора Пора Создать The line Не Ну вот На английском На английском языке Тут пора Создать The line Вообще В английском Переводе Звучит Пора Подвести Черту Знаете Тут такой Было Очень Интересный Перевод Я не согласен Что так Перевели Но Именно Пора Подвести Черту И В климате Таком Было Где Единственное Вот эти Яблоки Там Росли Отец Яблок В переводе Город Алматы И вырубили Полностью Там люди Плакали Те которые Там были Аксакалы Они просто Стояли Стеной Но Но Власти Не Посчитались И Вырубили Все И Не Оставили Камня На камне Вот Поэтому Вот Речь идет О чем Что Мы Забыли Что Мы отделились Друг от друга Мы отделились От природы Вот И мы забыли Что мы В общем-то Вот Находимся На плане Земля И вот Значит Вот Правитель Сауди Он сказал Что Я хочу Создать Новый Совершенно Город С нуля Он будет построен В пустыне И меня Удивило Опять-таки Да Вот это Вот он Сказал Что Давайте Подведем Черту Либо Проведем Линию Так вот Линия Это будет Действительно Проведена То есть Она будет Соединять Там Четыре точки Есть Там Есть Возле Красного Моря И мы Сейчас Другой Фильм Еще с вами Посмотрим Он Более Длинный Такой Посмотрите Там Интересно Вот Второе Там Получается Там Предгорная Такая Местность Там Где Можно Будет Весь Город Расположить Далее Получается Там Горный Массив И уже Непосредственно Вот Который В Саудовской Аравии И вот Этот Весь Город Там Сказали Что Там Будет Первое Там Не Будет Машин Там Не Будет Даже Асфальтированных Дорог Да То есть Там Заявляется О том Что Якобы Будет Там Воздушный Так Одно Из Видов Транспорт Будет Воздушное Такси Вот Все Будет В пяти Минутах Ходьбы Доступности Друг от Друга И Второе Что Сказано Что От Одной Точки До Другой От Крайних Точек Да 170 Км Это Расстояние По Прямой Линии Зелайн Да И вот Этот Город Можно Будет Добраться Из Одного Края В Другой Край За 20 Минут И Вот Тут Вопрос Что Это Будет Так Вот Это Вот Не Раскрывается Вот Алексей Правда Пропал Он Нам Видео Это Должен Был Поставить Надеюсь Что Он Сейчас Зайдет Вот Я Вам Пока Расскажу Но Что Меня Еще Удивило Что В этом Городе Планируется Также Продавать Алкоголь Аравии Да То Есть Там В общем То Женщины Ходят В хиджабах Женщины Закрывают Лицо Вот В общем То Довольно Бесправные И Вот В этом Городе Планируется Сейчас Все Самое Лучшее Инновационное Все Самое Самое Все Что Есть Привлекается Туда Там Они Вообще Что Меня Напрягло Большего Что Там Планируется Генная Инженерия Что Они Там Хотят Чтобы И Растения Там Росли Которые Будут Не бояться Вот Этих Жары И Второе Что Там Будет В общем То И Облака Вот Они Будут Поливать И Скажем Так Чтобы Вода Текла Будет Как-то Создавать Там Вот Далее Будет Ген Инженерия Направлена На Растения На Животные И Меня Конечно Опечалило Что Там Гц И О Что И Человек Должен Не болеть Поэтому Будет Вот Это Ген Инженерия Значит На Тоже Какие-то Будут Исследования Проводиться На Человеке Тоже Ну То Естественно Что Это Будет Алексей Ты Пропал Вот То Один Из Фильмов Такой Я Не Знаю Правда Это Или Нет Но Один Из Фильмов Такой Рассказывает Вот Леш Мы Подошли К тому Чтобы Все Таки Показали Большой Фильм На 10 Минут Да Вот Поэтому Ты Тоже Включай Мы Посмотрим И Потом Мы С Вами Поговорим Все Таки О Транспорте Насколько Велика Вероятность От Того Что Мы С Проектом Skyway Там Будем Востребованы Вот Давайте Сейчас Посмотрим Этот Фильм Вот Как Он Называется Ого Я Ж Теперь Город Будущего Город Будущего Наверно Да Там 10 10 Минут 43 Секунды Кажется Так Он Там По Таймингу У тебя Есть Сейчас Включаю Ну Это В другом Ролике Было То Что Я вам Сейчас Рассказывал Об этом Вот Там Уже Аэропорт Есть Уже Так Ага Ну Вот Самый Амбициозный И самый Дорогой Мегапроект Современности Город Будущего В 33 Раза Больше Нью-Йорка Полтриллиона Долларов Здесь Будут жить Сотни Миллионов Людей Ничего Более Амбициозного В мире Не строят Только Здесь Будут Использовать Технологию Засевания Облаков Для того Чтобы Над пустыней Чаще Шел Дождь Создадут Прогрессивную Образовательную Систему Где Школьных Учителей Заменят Голограммы Построят Остров В стиле Парка Юрского Периода С роботами Динозаврами Будут Запускать Каждую Ночь Флот Дронов Которые Будут Проецировать Иллюзию Самой Большой Мире Луны Только Здесь Будут Развозить Туристов По Городу На Воздушных Такси Изменят Береговую Линию Красного Моря И Добавят На Пляже Светящегося В темноте Удивительного Песка Это Неом Все мы Любим Пофантазировать О будущем Какой Будет Наша Планета Лет Через 50 Как Изменится Климат Какими Станем Мы И Конечно же Одним Из Неотъемлемых Вопросов В этой Цепочке Является Вопрос А Где Мы Будем Жить Каков Он Город Будущего Этот Вопрос Не Является Новым О нем Задумывались Ученые Писатели Архитекторы Да И Наверное Каждый Из Нас Самая Серьезная Проблема Будущего Считают Эксперты В области Архитектуры Это Перенаселение И увеличение Плотности Населения Именно В городах К 2050 Году Нас Будет Около 10 Миллиардов Если В 1800 Году В городах Жило 3% Населения То Сейчас Уже 65% К 2050 Году Этот Показатель Увеличится До 75% Мегаполисам Придется Меняться И Адаптироваться К стремительным Темпам Разрастания Сейчас Природа Проигрывает Войну С Урбанизацией Это Сказывается На Чистоте Воздуха Качестве Воды И Продуктов Неконтролируемая Застройка Безразумного Планирования Делает Города Некомфортными Нездоровыми И Небезопасными Для Улучшения Ситуации Инженеры Архитекторы И Ученые Разрабатывают Инновационные Проекты Возможно Через Пару Десятков Лет Мы Переселимся Под Воду Процентов Мегаполисам Придется Меняться И Адаптироваться К стремительным Темпам Разрастания Сейчас Природа Проигрывает Войну С Урбанизацией Это Сказывается На Чистоте Воздуха Качестве Воды И Продуктов Неконтролируемая Застройка Безразумного Планирования Делает Города Некомфортными Нездоровыми И Небезопасными Для Улучшения Ситуации Инженеры Архитекторы И Ученые Разрабатывают Инновационные Проекты Возможно Через Пару Десятков Лет Мы Переселимся Под Воду Или В 3D Высотки Саудовская Аравия Занимается Созданием Гигантского Технологического Города Переселимся Под Воду Или В 3D Высотки Красного Моря Размером Более Дания Уникального Города Будущего Неом Громадный Бюджет В 500 Миллиардов Долларов Считается Вполне Посильным Для Богатой Саудовской Аравии Инновационная Застройка Пустынных Площадей На берегу Красного Моря Размером Более 26 тысяч Квадратных Километров Также Не вызывает Особых Сомнений А вот Возможность Практической Реализации Всех Самых Передовых Технологий В Краткие Сроки Кажется Большинство Экспертов Не в А вот Возможность Практически Первым В регионе Полностью До После Торжественной Презентации Суперпроекта Футуристического Неома И уже Появились Первые Конкретные Результаты Может И не Такие Впечатляющие Как Ожидалось Летом 2019 Года Завершилось Строительство Первого Этапа Нового Аэропорта Неом Бэй Который Уже Принимает Два Раза В Неделю Первые Коммерческие Рейсы Высокотехнологичный Комплекс Первым В регионе Полностью Оборудован Аппаратурой С поддержкой Скоростной Сети 5G Этим Жилетом Крупная Американская Многонациональная Инжиниринговая Компания IECOM Заключила Многолетний Контракт На оказание Консультационных Услуг По управлению Проектами Для реализации Первой Фазы Строительства Неома Первый этап Создания Города Будущего Формально Должен Завершиться В 2021 2025 Годах Он Включает В себя Строительство Множества Гостиниц Торговых И развлекательных Центров Со всей Необходимой Инфраструктурой В районе Деревень Хурайба И Шарма Несмотря На прямую Конкуренцию Со стороны Всемирно Известного Египетского Курорта Шарм-эль-Шейх Расположенного На другой Стороне Красного Моря Разработчики Неома Уверены В успехе Нового Инновационного Центра Отдыха И Туризма Второй Этап Строительства Неома Направлен На создание Научно-промышленного Города В пустыне На основе Самых Передовых Технологий Пока Не совсем Ясно Будет ли Строящийся На первом Этапе Зона Отдыха Такой же Высокотехнологичной Как и остальные Запланированные Регионы Неома На сегодняшний День В городе Будущего Разработчики Концепции Обещают Реализовать Полную Энергетическую Независимость На основе Альтернативных Источников Энергии В первую Очередь Будет развиваться Солнечная Ветровая Энергетика Только Беспилотный Транспорт В том числе И летающий Такси Высшую Степень Роботизации Роботы Полицейские Роботы Врачи Роботы Уборщики Автоматические Фабрики И заводы Управление Климатом Над Безжизненной Пустыней Появятся Искусственные Облака Которые Обеспечат Дождь И орошение Земли Полная Безопасность Всех Жителей И гостей Города На основе Искусственного Интеллекта Камер Наблюдения И летающих Дронов Естественно Что это Неполный Перечень Ожидаемых Технологических Чудес В Неоме Из интересного На пляжах Должен Появиться Уникальный Светящийся В темноте Песок А гигантская Искусственная Луна Будет освещать Огромную Территорию Весь регион Получит Новые Законы Для более Комфортной Жизни Людей В том числе Будет Впервые Разрешен Алкоголь На территории Саудовской Аравии Амбициозные Планы Направлены На привлечение Со всего Мира Лучших Ученых И Передовых Разработчиков Основными Секторами Экономики Станут Работотехника Энергетика Биотехнологии Пищевая Промышленность Информационные Технологии На первом Плане Также Будет Индустрия Развлечений Отдыха И туризма Неом Может стать Центром Генетических Экспериментов У людей Будут Стимулировать Полезные Мутации Повышающие Физические Показатели И уровень IQ Большая роль В Неоме Отведена Роботам Похоже Их там Будет Едва Ли Не больше Чем Людей В документах Говорится О роботах Горничных Роботах Полицейских И даже Роботах Динозаврах В парках Развлечений Между Специальными Роботами Будут Проводиться Поединки Привычной Транспортной Системы Если верить Этим Документам В Неоме Не будет Совсем Никаких Дорог Или Тротуаров В Неоме Также Будет Введено Особое Законодательство Законы Саудовской Аравии Сильно Отпугивают Инвесторов Поэтому В городе Будет Максимально Дружелюбная Для иностранцев Среда Женщинам Разрешат Ходить Без Хиджабов И водить Автомобили Неом Полностью Вписывается В планы По превращению Саудовской Аравии В страну Умеренного Ислама С менее Строгой Версией Шариата И гендерного Неравенства Что поощряется В рамках Новой Модели Города Государства Неом Должен Стать Технологическим Власти страны Обещают Что Неом Станет Свободной Экономической Зоной Будет Строиться На доходы От Высокотехнологичного Бизнеса В таких Секторах Как Энергетика Водные Ресурсы Транспорт Биотехнологии Производство Продуктов Питания Инновационные Виды Промышленности Медиа Развлечения Цифровые Технологии Руководство Саудовской Аравии Предполагает Что Неом Станет Гарантом Того Что Королевство Сможет Совершить Социальную И Политическую Трансформацию Главный Вдохновитель Масштабных Перемен В стране 32-летний Наследный Принц И министр Обороны Страны Мохаммед Бин Салман Именно он Создал Масштабный Проект Видение 2030 Который По задумкам Саудовского Руководства Должен Кардинально Поменять Образ Жизни Граждан И избавить Страну От Нефтезависимости А также Развивать Здравоохранение Образование Инфраструктуру И туризм Строительство Высокотехнологичного Города Это лишь Небольшая Но очень Важная Часть Реализации Видение 2030 Несмотря на Объективные Сложности Проект Глобальный Неом Продолжает Развиваться Согласно Последним Публикациям Начинается Отселение Из этого Региона Около 20 тысяч Местных Жителей Которые После Переквалификации Смогут Найти работу В городе Будущего На морском Побережье Появляются Банкоматы И поликлиники Строятся Больницы Развивается Инфраструктура Увеличивающийся Приток Рабочих И инженеров Поднял Цены На аренду В этом Регионе И оставшиеся Местные Жители Находятся В состоянии Ожидания Невиданного Будущего Редактор субтитров Редактор субтитров Редактор субтитров Ну вот такой вот фильм Если вам понравилось Поставьте плюсики Алексей опять у нас выбил Выбил на его О чем я еще хотел бы вам сказать Что смотрите Если вам интересно Еще посмотреть более внимательно Алексей ты с нами Я еще хочу сказать о том Что Значит Сам город Вот этот вот Если вам интересно посмотреть Он называется Там сайт Neob.com Да Вот Можете зайти Там правда Английский и арабский языки Но посмотреть Но посмотреть можно И Суть еще в чем Что Там было Запланировано Да Что вот Вот Как будет двигаться транспорт Я вам почему хотел Чтобы мы с вами Подискутировали Вы послушали Что там якобы Вот будет еще Три Вот И возможно Там будет перемещение На таких больших скоростях Так вот Я вот о чем подумал Что действительно Сейчас Даже Буквально Два или три дня назад Вышла статья В Онлайнере Вы знаете Наше белорусское Белорусское Нажерное Где В общем-то И вот Там онлайнер И написал О том Что Вот Сейчас Вот Неом Город Он Пересматривает Ну как бы там Потому что кризис Кризис тоже грянул Для Неома И вот я вот тут Подумал о том Что вот Закопать Даже 170 километров Вот по линии Вот это да Любой транспорт Или там сделать Какие-то такси Которые движутся Под землей Это вообще нереально Вот А вот именно Скайвей В этом плане Да Когда действительно Если вот Может быть действительно Все к этому идет Что действительно Это будет Замечательный Воздушно-ажурный Транспорт Вот эти ажурные Наши будут Линии И вот я вот этом Уже об этом мечтаю И вы знаете Что Насколько прекрасно Когда ты движешься И ты видишь Эту природу Замечательную Да То есть не под землей Или не где-то там На высоте 10 тысяч километров Когда ты видишь В лучшем случае Там облака И Практически В общем-то Весь обзор Для тебя закрыт Как вот Да То есть если лететь На самолете То вот это Мне кажется Есть огромный шанс Ну вы знаете Что Что-то нам Анатолий Эдуардович Рассказывает Что-то Он не рассказывает Но то Что уже Транспорт Планируется Соединить Арабский Эмират Это Сиодовскую Аравию Меня лично Подталкивает К мысли о том Что Скайбэй Будет развиваться Вот В городе Неом Вот Ваше мнение Если вы Само согласны Поставьте плюсики Если не согласны Поставьте минусики То есть это вот Я когда вот Анализировал Я такому выводу Пришел Вот Там вот Что-то Или вопрос там есть Или что у нас Да Вопрос-ответ Вот плюсики Вот Поставили Вот Екатерина Плюсики поставила Спасибо Екатерина Вот Ну Тогда ваши вопросы Или вот Алексей Может ты Как-то там Выпадал Все время Какое у тебя Лично мнение Ну вообще Смотришь на вот эти Ролики Ну очень захватывает Захватывающие Такие Ну красивые Сделанные ролики Вот Ну и вообще Удивляет Такое Арабское Глобальное Мышление То есть Если делает Экстрау Телый город Если делать То его там Лучшем в мире Использит Самые Новейшие Технологии Вот он Прямо так Из космоса Красиво Виден То есть Ну это Ну Выдоражит Воображение Ну и понимаешь Ну что На самом деле На дворе 21 век Вот И все Это Вот И Деловая Среда И климат Там у них И Ну в принципе Деньги есть И Мышление Соответственность Ну идеальный В принципе Континент Для Начала Таких Масштабных Проектов Как Как наш Вот И Наши линейные Города Очень будет Красиво Вписываться Сюда Вот И Даже Лучше Чем Я думаю Чем Они Это Планировали Раньше Поэтому Ну вот У меня Не надо Какие-то Каналы Не надо Рыть Зачем Зачем Лезть Песок Экстраус Вот Если Можно Красиво Над Землей Все Это Элегантно Делать Поэтому Плюс Еще Есть Технология Биогумуса Вот Тоже Восстановление Поч Поэтому Их Пески Можно Превратить Такие Красивые Оазисы Вот Ну и На самом Деле Шар-Маль-Шейх Рядом Уже Не будет Стоять Хотя Будет Там Напротив Через Ну я Думаю Это Будет Фантастический Действительно Вот Город Вот Конечно Там Немножко Генной Инженер Меня Лично Это Да Вот Немножко Напрягает Потому Что В общем То Ну Вот По моим Этическим Я Я Против Конечно Ну Меня Никто Не спрашивает Но В рамках Этого Вебинара Мы можем Сказать о том Что Я лично Против Генинженерии И в частности Там Вот Скажем Так Уже Засиливают Что Врачи Роботы Ладно Уборщики Роботы Или Какие Полицейские Которые Пальчиком Помашут Но Врачи Роботы Глава Саудовской Аравии Королевская Кровь Он Наверное Тут Уже Вот Так Замахнулся И решил Что Вот Так Будет Но Время Расставить Все по Своим Местам Вот Он Молодой 32 Года Может Немножко Жизнь Побьет Подумает Потому Что Не все Столько Деньги Да Есть В общем То Ну Видите Много Специалистов Я Кстати В одном Месте Нашел Там Еще Ролик Вы Тоже Можете Посмотреть Там Даже Есть Люди Которые Переезжают Туда Да Вот В общем То Такие Европейцы Переезжают Вот Иногда Так Вот Хочется Я даже Алексей Предлагаю Сейчас А слабой Леш Съездить С тобой Туда Поснимать Показать Я думаю Что В общем То Может Мы даже Группу Соберем Да Ребят Вот Как Вы Мыслите Вот Интересно Сделать Такое Путешествие Потому Что Ну Шармаль Шейх Женедалеко А тут В общем То Может Быть И так Вот Раз Аэропорт Есть Раз Можно Туда Приехать В общем То Идея Хорошая Давайте Помечтаем Об этом Может Мы Как Ковид Закончится Мы Может И Сорганизуемся Если Если вам Нравится Это Давайте Подумаем О таком Предложении Ну Вот Как раз Осенью Там будет И Экспо 2021 Которое Должно Было Быть В Прошлом Году Вот Возможно Будет Какая Конференция Skywar Community В Эмиратах Может Быть Мы Как То И Приобщим Это Дело Такой Интересный Тур По Арабским Странам Ну Да Я Вот Тут Тоже Говорю Если Какие Есть Предложения Действительно Пишите Вот Давайте Созваниваться Смотреть У всех Есть В общем-то Телефоны Алексея Вот И Мой Есть У кого-то Да Поэтому Действительно Вот В Эмиратах Вообще Сейчас Вы знаете Для белорусов Отменили визу В Арабские Эмираты Поэтому Она была Дешевая Там Кажется 150 долларов Было Вот Сейчас Вообще Ее Нету Вот Так что Задача Что Задача Конечно же Максимализировать Вот Это Значит Приезд туда Чтобы сделать Уже все По максимуму Поддержать Технологию Там Вообще Побывать Походить Вот На этой выставке Да Экспо Там Вот И конечно же Может быть Даже расширить Свой Вот Такой Вот Свою поездку Такой Сделать Такую Мечту Вот Такой Дрим Трип Путешествие Мечты Сделать Ну вот Такие Вот дела Да Ну Хорошо У кого-то Может быть Есть вопросы Пишите Вот Сегодня Мы Немножко Поговорили Получить По новостям Что Нас Продолжают Публиковать В различных Изданиях Не только Арабских Но и В том числе Польских Европейских Вот Поговорили О том Что Английских Да Английские Репортеры Приезжают Да Перспективы У нас Мы Обрисовали По Эмиратам В очередной Раз Коснулись То Во что Может Вылиться Наша Наша Работа В том Регионе Вот Поэтому Ну Новости Идут Все Интересно Радует Вот Ребят Ребят Ну Надо Порадоваться Потому Что Действительно Вот Мы Всегда Когда 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 Да Ребят Но Сейчас Если Действительно Все Это Будет Двигаться С такими Темпами Да То Конечно Вы Знаете Что Я думаю Что Здесь Надо Просто В общем То Выражать Свои Эмоции Максимально Как Говорится Активно Максимально С полной Грудью Да Да И привлекать Людей Действительно Вот Рассказывать Потому Что Потом Вам Ваши Знакомые Скажут Что Что Ты Мне Не Сказала Почему Ты Прошел Мимо Меня Вот И Конечно Я Говорю Что Благодаря Вот Таким Линейным Городам Спасибо Леша За Картинку Что Ты Поставил Да Конечно Я Лично Мечтаю Жить В таком Вот В доме В таком Вот Передвигаться На таком Транспорте Вот Где Зелени Все Я говорю У меня Есть Видео Вот Где Мой Сынок Вот С Лешиной Дочкой Бегают По Нашему Экотехнопарку В Марьиной Горке И над нами Приезжают Вот Юнибусы Да Они Один за одним Шли Действительно Вот Это Фраза Которую Я когда-то Даже Суходу Показал Говорю Я Всегда Буду Спокоен За своих Детей Если Мои дети Будут Если Мои дети На дорогах Но Это Дороги Юницкого Небесной Дороги Юницкого Вот Поэтому Мы В следующий раз Это можем Показать Ну Действительно Я В восторге Просто От зеленой Травки От Вот Этих Яблонево Сада Который Действительно Растет На полигоне У меня К сожалению Там Дерева Нету Яблочного Но Алексей Меня Щедро Угощает Всегда Когда Мы Там Находимся Да Вот И конечно Если Будет Возможность Я обязательно Тоже посажу Это дерево Вот Может быть Еще Выделят Кусочек Такой Поэтому Ну Сейчас Надо Все-таки Сказать О том Что Не знаю Насколько В общем-то Информация Дошла Такая Что Ребят Кто Сейчас Инвестирует Еще В пакет Face on the future Вы знаете Что у нас Повторили Его На 5000 Можно В рассрочку То Вот Этот Дисконт Он Останется За вами Закрепленный Мы пока Про это Не будем Говорить Официальное Подтверждение Официального Пока не было Но Так как Люди Которые Слушают Есть Такое В общем-то Вероятность Того Что это Закреплено Алексей Правильно Говорит Что пока Официально Этого Не было Объявлено Но В общем-то Такая Информация Прошла Вот Поэтому Ну В любом Случа Если вы Даже Этот Пакет Приобретете В общем-то Он тоже Скажем так Добавит вам Вот этих Вот 500 тысяч Долей Я думаю Что это В данный момент После данной Информации Это Просто Взрывные Новости И конечно же Будем ждать Такого Видеоматериала Когда Уже Наши Арабские Друзья Будут ездить Да Конечно Начнется Шейха Там Вот И Потом Конечно же Уже Они будут Ездить И пользоваться А мы С вами Будем Ездить В Марьиной Горке Вот На рыбалку Я надеюсь Что она Тоже Эта Линия Поедет Скоро Для рыбаков Ну да Где-то К маю Уже Вроде Как Будет Готова В Марьиной Горке Поэтому Поедем С ней снимем Домик Вот Порыбачим Посмотрим Приглашаем Приглашаем Всех Да Кстати Глядя На эту Картиночку Которую Я поставила Можете Обратить Внимание Что Линейные Города Есть Возможность Строить Не только По суше Но видите И в Прибрежной Зоне То есть Нам не Нужна В принципе Вот эта Территория Шельф Так Называем То есть Предбрежная Ее Тоже Можно Осваивать И таким Образом Получается Шикарная Города Прям Вдоль Береговой Линии Вот там Я думаю Там Потрясающие Виды И все Это Соединено Дорогами И внизу В том числе Один из Интересных Особенностей Таких домов Внизу Можно Делать Рыбные Фермы То есть Дом Рядом Паркуются Ваши Яхты И Так как Вода Здесь Проточная Морская Там Внизу Возможны Фермы Устрицы Или Рыбные И все Что угодно Вот И прямо Допустим Ресторан Свежие Снизу Подняли Достали И можно Это Действительно Свежая рыба А не как у нас Это очень Допустим Актуально Для того же Монако То есть У них Маленькая Территория Вот они Там Как бы Ютятся А вот Эта технология Вынести Дома В Вот Такую Зону Морскую Тоже Для них Будет Очень Ценно Конкретно Для Монако Ну вообще Все отлично Очень Красиво Очень Все Зелено Очень Завораживающе Вот Поэтому Я тоже Думаю Что Если Уже Строить Город То Вот Нео Может быть Именно Таким Вот Может быть Это Все И мы Увидим Уже В ближайшем Будущем Так как Выделено 500 миллиардов Долларов Да Поэтому Ну вот Алексей Да Сказал о том Что Остается Несколько Тут Один День Один День Несколько Часов Вот Ну вот Такие дела Жалко Конечно Что Мы Не в Зуме Не можем Общаться Очень Так Быстро Но Если Есть Вопросы Вот Вот Такие Голограммы Будут У нас В Музее Экотехнопарке Тех Инвесторов Кто Зашел На 5000 Долларов На Пакет То есть Практически В полный Рост Вот Ну и Ваши Внуки Правнуки Будут Приходить И Гордиться Ну Конечно Красивее Гораздо Просто Не просто Картинка Там И Транспорт Выбираете Себе Да И Вот Лучи Это в 3D Это Все это Очень Гораздо Интереснее Так что Да Замечательное Предложение Вот Faces Of the future Так что Лица будущего Да Вот Видите Город будущего Не он Переводится Тут Лица Будущего Вот Да Поэтому Я думаю Что Конечно Наверное И дети Будут Гордиться И внуки Вот Поэтому Конечно Замечательное Вот это Предложение Спасибо Что Его Возобновили И Конечно Я Алексей Уже Инвестировал Я Вот В общем Буквально В двух Шагах То есть Чтобы Внести Первый Первый Взнос Вот Поэтому Вот Такие Вот Дела Приглашаем Присоединиться Ну В принципе Мы как раз В часик Уложились Вот Спасибо Вам Да Спасибо Вам За Плюсики Спасибо Вам Есть вопросы Пишите Вот Если Нет Спасибо Вам Большое Что Были С нами Вот И Всегда Рады Вас Видеть Вот Пишите Тему Может Разобрать Надо Посмотреть Может Кто-то Хочет Тоже Выступить Алексей Да Всегда Можно Если Какие-то Есть вопросы У ваших Друзей Как Могут Тоже Выходить С нами На связь С Алексеем И Задавать Вопросы Я знаю Что Иногда Люди Думают Что Это Очень Много Вы Знаете Что У нас Инвестиции 50 Долларов Можно Просто Инвестировать 50 Долларов Единовременно Можно 100 Долларов Можно 200 500 Тысяч Можно Единовременно Можно В рассрочку Спасибо Тоже Спасибо Тебе Николай Тоже Так что Ну тогда Все Алексей У меня Все Ну Все Благодарим Сейчас Включу Еще Напоследок Видео Ну и В принципе Всем Спасибо За внимание До новых встреч Каждую среду 20.00 Мы встречаемся И обсуждаем Новости Делаем Презентации Подбираем Какие-то Интересные Темы Для Разбора Вот Поэтому Приходите Будем Рады Всех Видеть Ну и Напоследок Включаю Видео То С которого Мы Наверное Начинали Про Линейные Города Да Спасибо До новых встреч Девелоперские решения SkyWay – комплекс инновационных транспортно-инфраструктурных решений для организации безопасной, комфортной и экологически чистой жилой среды в городских поселениях. Примером такого поселения может выступать линейный город SkyWay. Ключевым элементом линейного города является наличие транспортной инфраструктуры второго уровня, в которой основные транспортно-энергетические коммуникации расположены над поверхностью Земли. Территория линейного города предназначена для пешеходов, животных и зеленых растений. Благодаря такому решению обеспечивается беспрецедентный уровень безопасности и комфорта. Основные жилые и производственные центры в линейном городе расположены в специальных кластерах, которые соединены между собой горизонтальными транспортными магистралями в единую сеть. Линейный город SkyWay может быть построен на пустынных, заводненных и труднодоступных для строительства территориях, в том числе со сложным рельефом, а также на морском шельфе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова